Валерий Федорович, сейчас очень активно проявляют себя родители, которые недовольны вот этим дистанционным образованием, на которое перевели детей, всех связано это было с пандемией, а сейчас уже покатилось так, что это уже должно войти вообще в практику, в общепринятую. Как вы в этом процессе себя видите, как вы в нем участвуете и вообще к чему, на ваш взгляд, это дальше ведет? Да, но мы вот КПРФ и депутаты, наши фракции в Государственной Думе, мы очень чувствительны к тем запросам, с которыми к нам обращаются наши избиратели. Честно говоря, этого движения не было. Родители Москвы, сейчас родители страны, родители России. Оно появилось только тогда, когда детей удалили из школ на дистанционное обучение без методик, без школы дистанта, без наглядной подготовки, без технического обеспечения. Без переучения преподавателей, это совсем другие методики. У нас эти были дистант, как дополнительное образование для студентов, для школьников, для каких-то кружков. Оно было, но оно только начальной стадии. В чем правы родители? Вот когда это отправили, причем нарушив закон об образовании, четко написано в законе об образовании, что форму обучения выбирают родители и школы. Родители выбирают школы очного обучения, чтобы был преподаватель, чтобы был класс, был социум коллектива, чтобы были классные работы, домашние работы, чтобы кружки были и все остальное. А здесь силовым порядком, в нарушении закона, и родители это все понимают, мэр своим розчерком и губернатор говорит, все вон, все на дистант, все дома. Детишки 5-11 класс по 7-8 часов за компьютером сразу пошли жалобы на зрение, сколиоз, психические расстройства. Родители пришли ко мне напрямую, говорят, мы вот пришли, значит, родительница, она говорит, у нее дочка чуть ли не покончила с собой из-за психических расстройств. Родители должны сидеть вместе с детишками, потому что ребята есть ребята, у них здесь компьютер, а рядом телефон, там мультфильмы, там фильмы, там игры и так далее. И они в ухо сунули, так сказать, микрофон, ногу на диване, пофигу им эти уроки и все остальное. И это родители очень обеспокоены этим. Когда три месяца проучились наши дети весной и сделали социологический опрос успеваемости и усвояемости знаний ребятами, школьниками, оказалось, что отличники скатились в троечники, а троечники в двоечники. Когда провели исследование усвояемости материала через дистант, через компьютер этот, школьниками, 7-8% усвояемости знаний, которые дают через этот дистант. То есть мы за этот период делаем, так сказать, наших ученев дегенераторами. Родители это тоже чувствуют. Если надо следить и сидеть с этими детишками, а когда работать? То есть родитель должен сидеть 6 дней в неделю с ребятами, а как кормить, одевать, обувать, деньги зарабатывать. А когда одна семья ко мне пришли, она говорит, да, я вот, мама осталась, у меня трое детей. И а как разорваться должны? У меня один в пятом, другой в десятом, а это еще малолетка, я еще должна работать. Они говорят, у меня просто не учатся и никакие знания не получают. Это то же самое говорит о многодетных, когда маленькие квартиры, так сказать, невозможно обеспечить всех компьютерами, всех, так сказать, пособиями. И они мешают друг другу. То есть там целый клубок, вот когда навалился на родителей, они поняли, стали обращаться, значит, эту беду они поняли. Стали обращаться к директорям школ, они все руки поднимают, там решили. Они бьются, приходят к мэру и письма пишут, они говорят, все нормально, пошли вон, сидите, так сказать, и так было, и так будет. И когда в Государственную Думу внесли закон о дистанционном, значит, утверждении и голосовании вот этого дистанционного образования в законе, ну все, они здесь, конечно, взорвались. То есть люди, родители поняли, это не временно. Когда стали разрабатывать методики, что преподаватели и директора будут обучать на дистанционку, вот, они поняли, что это будет навсегда. У нас госпожа Голикова, когда возглавляла и проводила реформу здравоохранения, по России она уничтожила половина больниц и поликлиник. Вот ей за эту медаль дали и перевели ее на то, чтобы она сегодня руководить системой образования. Вот точно народ и я тоже говорю. Значит, теперь она будет уничтожать школы, чтобы их не было как класса. Остались компьютеры, осталось дистанционное образование. И все хорошо, не надо денег платить, не надо, так сказать, школы содержать, не надо ремонтировать, не надо, так сказать, строить эти школы. Все. Вот опять кладезь сэкономленных с точки зрения правительства Российской Федерации Голикова денег, которые они все равно растащат, разворуют. Но это надо внедрять. Вот после того, как закон этот внесли, народ говорит, надо объединяться. И тут это движение стало просто мгновенно самоорганизовываться. Самое позитивное с точки зрения моего понимания, это самоорганизация граждан на то, чтобы не допустить негативных явлений в нашей жизни. В частности, внедрение дистанционного образования навсегда. И как только пошли письма, как только пошли пикеты, как только они создали чаты, и там мгновенно десятками тысяч людей записывались, мы вместе, давайте бороться. Этот закон, я помню, его поставили, он был уже на рассмотрение. Совет Думы принял решение на пленарном заседании рассмотреть данный закон. Утром приходим, они его сняли. Учитывая, что самоорганизовались граждане, это возмущение уже дошло до депутатов, до правительства, до мэра и все остальное. И они этот закон быстренько сняли с рассмотрения, но еще не убрали из повестки дня. Просто его немножко сейчас, так сказать, будут, может, дорабатывать, может, еще как-то. Сейчас пошли они новые технологии, мне родители, вчера мы собирались, говорят, гибридная форма обучения. Я говорю, а что это такое? Я знаю, там, овощи гибридные. Значит, у нас что, дети гибридные пойдут? Что это такое? Они говорят, ну, смеются, а вы, говорит, не смеетесь. У нас сейчас проводят социологию, причем очень хитро. Родителям говорят, вы ответьте, как вы, значит, на удаленке хотите? Или три дня на удаленке, два дня в классах, в школах. Это называется гибридная. Ну, родители говорят, ну, хоть три дня. И они говорят, да, вот три дня. Вместо того, чтобы сказать, нет, ребята, нам не надо ни на удаленке, ни ваши гибриды, да, герпициты и гибриды. Нам надо, чтобы наши дети были в школе, в классе, учились, все шесть, там, пять-шесть дней. А домашку мы с ними сами сделаем. Вот, пошли вот под этим видом гибридные. Я говорю, а что у нас вирус? Когда в школе, говорят, дети придут, будут учиться, допустим, понедельник, среда, пятница, вирус туда не зайдет. Ему дверь будет вирусу закрыта. А вот, когда они пойдут домой, на дистант, тогда в школу этот вирус будет открытой дверью, заходи. Значит, все смеются, но они, как бы, почувствовав, что люди уже молчать не будут, что они выходят на улицу, несмотря на запреты, на вот этот, значит, ажиотаж по COVID-19, что можно заболеть, люди уже понимают, что эти дети будут необразованные, и их место будет на задворках. И необразованная нация, в общем-то, потеряет и государство как такового, родину. И вот это сегодня понимание, я очень этому рад. Я всемирно помогаю сегодня родителям Москвы, значит, самоорганизоваться, подготовить проекты законов, подготовить поправки к закону, значит, выйти на улицу, и используя статус депутата Госдумы, чтобы люди могли собраться. Сегодня собраться не могут люди. Все запрещено. Пикеты запрещены, шести запрещены, митинги запрещены, автозаки схватили, оштрафовали, все сделали. Единственное пока, что не запретили, это возможность встречаться с депутатом Государственной Думы. Я им сказал, я готов. Вот на сегодня более важного, более важного, значит, вопроса, как отстоять право учиться детям в школах, я просто не вижу. И вот лозунг «Верните детей в школу», он сегодня самый точный, самый правильный. И под этот лозунг сегодня самоорганизовываются родители. Я им очень благодарен. Когда встречаться? У нас будет встреча, в ближайшее время готовится заявление, письма от граждан, от родителей, от родительских комитетов, от самого движения. И 9 числа в 11 часов они приняли решение, родители, прийти в мэрию на Тверскую 13 и сдать в приемные эти заявления с требованием вернуть детей в школу. Это будет, так сказать, открытое, гласное. Они не прячутся, у них четкое понимание, что надо делать. И вот 9 числа, значит, в 11 часов на Тверской 13 у мэрии в приемные заявления они соберутся и сдадут эти требования. Продолжение следует...